Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Бытия, перевод российского библейского общества, вторая глава. Ну вот первую мы прочитали, да, все понятно, сотворен человек после всех прочих творений, после животных. Надо уже рассказывать историю человека? Нет. Вот. Вторая глава Бытия снова возвращается к его сотворению, рассказывает совершенно другую историю. Посмотрим, почему. Так были созданы небо и земля, и весь строй творений небесных и земных. В седьмой день Бог завершил работу свою. Кстати, а что это значит, строй творений небесных и земных? Там то самое слово, сова, которое обозначает войско, армию. Значит, получается, что вместе с землей сотворены не сразу, пускай мы читали в первой главе, живые существа разные, и вместе с небом тоже, хотя о них ни слова. Почему Библия ничего не говорит о сотворении небесных творений? Хотя они тут явно есть. Или это птицы, может быть, птицы, которые летят под небом, но такое ощущение, что все-таки нет. А может быть, потому что Библия обращается к человеку, книга бытия обращается к человеку, и человеку не очень важно знать, какие там небесные творения. Ему важно знать, что вот в его части мироздания происходит. Но небесные тоже существуют. А дальше. В седьмой день Бог завершил работу свою. Как это? В седьмой день, окончив свой труд, он пребывал в покое. Простите, завершил работу или пребывал в покое? Это разные вещи. Завершил работу, значит, еще работал. А пребывал в покое, значит, уже нет. А вот одновременно и то, и другое. То есть седьмой день — это день, когда творение завершено, и происходит его презентация, инаугурация, говоря современными языками. То есть что-то такое, что уже относится не к работе над, а к появлению самого этого творения. И более того, в седьмой день у нас уже существует человек. Вот то, что будет сказано дальше, это относится к человеку. Значит, может быть, завершение работы Бога над этим миром — это действие человека, который есть образ и подобие Бога. Может быть, даже так. Вот такой странный парадокс. Синодальный период, кстати, выскальзывает из этой проблемы. Он говорит «к седьмому дню», но в оригинале нет ничего подобного. Там сказано просто «в седьмой день боем хашевии» на древнееврейском. А греческие септуагенты там меняют на шестой. Ну вот, видимо, потому что, ну как же, в седьмой день он уже отдыхал. Итак, Бог благословил седьмой день и сделал его священным. В этот день, окончив труд творения, он пребывал в покое. А, естественно, это про субботу. Шаббат на древнееврейском само слово обозначает пребывать в покое, прекращать, точнее. И вот с тех пор, собственно говоря, отмечается суббота, хотя еще никакого закона нет. Ну вот, закончен рассказ о сотворении мира. Здесь стоит точка. И тут же он начинается снова. «Вот рассказ про небо и землю в пору их сотворения, когда Господь Бог создал землю и небо». Господь Бог. Впервые появляется слово «Господь», но, точнее сказать, имя Божье, которое мы переводим как «Господь». А как оно произносилось в древности, никто точно не знает. Там есть всякие реконструкции, Яхвы, или современные иудеи читают «Адонай», что означает «Мой господин», отсюда и русский вариант «Господь». И есть некоторая догадка давняя, что эти два рассказа просто два предания. Вот в одном из них говорится про Бога, Элогим, на древнееврейском. А в другом говорится про Господа, Господа Бога, Яхве, Элогим, как реконструируется произношение этого имени. Соответственно, первое – Элогист, второе – Яхвист, так их условно называют. Вот два рассказчика. Но что интересно, книга-то одна, и в этой книге они стоят рядом, хотя рассказы разные. Давайте прочитаем рассказ условный Яхвиста. «Вот рассказ про небо и землю в пору их сотворения. Когда Господь Бог создал землю и небо, то не было на земле ни куста, ни травинки. Ведь Господь Бог не посылал еще на землю дождя, и не было людей, чтобы ее возделывать. Лишь поток, что поднимался из недр, орошал землю». Смотрите, совсем другая история. Ну да, понятно, что сначала творятся небо и земля, но тут появляется поток, который из земли. А в первом варианте у нас, наоборот, были моря, и потом из морей возникает суша. Более того, здесь сразу акцент на том, что землю надо возделывать. Вот нигде этого нет в первой главе, что землю надо возделывать. Она произращивает потом растения, но это вот такое необычное, новое. А тут как будто замысел такой. Вот земля, она должна быть цветущим садом. Ну как это получится, если нет дождя, и человек не работает в этом саду? И предполагается, значит, человек с самого начала и для того, чтобы работать. А в первой главе он был для того, чтобы господствовать. Совершенно разные роли. «Создал Господь Бог человека из пыли земной, вдохнул в него ноздри дыхания жизни, и человек ожил». Прежде растений и животных? В первой главе-то у нас он был в самом конце. Как странно, просто совсем другая история. «В Эдеме на Востоке Господь Бог насадил сад и поселил в нем человека, которого создал». В первой главе ничего мы не читали ни про какой Эдем. Эдемский сад, райский сад. Господь Бог вырастил там всевозможные деревья, получается, уже после сотворения человека. Ну, может, и до здесь напрямую не сказано. «Приятные взоры с хорошими плодами, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла». Два дерева, которые потом будут играть важную роль в рассказе. Но что это за деревья? Первая глава говорит, всякие там были травы и прочие растения с семенами, которые сами себя воспроизводили. Ну, это дикая природа. А здесь как будто сад, в котором каждое растение специально посажено на свое место, и ничего не сказано о том, что они себя воспроизводят. Ну, вообще-то сад себя не воспроизводит. Там садовник нужен, чтобы этот сад сохранялся в своем регулярном, правильном виде. А иначе он придет в запустение, там зарастет весь. Дальше. Какая-то география странная. Задема вытекает река. Она орошает сад. Вот это очень важно, чтобы сад орошался, да, для Древнего Ближнего Востока. А мы читаем изнутри, стараемся понять изнутри этого Древнего Ближнего Востока. Орошение – это важнейшая вещь. Там в Египте воды Нила, в Междуречии тигры, ефраты, каналы, которые проводятся и там, и там. А тут Бог орошение устраивает. Не нужно работать тяжело на орошительных каналах. Она орошает сад, а дальше разделяется на четыре рукава. Вообще-то нет на земле рек, которые разделяются на четыре разных реки, да. Вот чтобы они сливались, это происходит много где, но не разделяются. Один из них называется Пишон, он огибает страну Хавила, где есть золото. Хорошее золото в той стране. Есть там благовонная смола и драгоценный камень Шохом. Ничего мы не знаем про эту страну. Где эта река, где эта страна? Вторая река называется Гихон и огибает страну Куш. Про Куш, ну, обычно имеется в виду более-менее Эфиопия, да, или там Судан. То есть Африка к югу от Египта. Какая там река? Там Нил течет. Вот, но здесь какая-то другая река, которая вроде бы гихонная. Нет ее на карте нигде. Третья река называется Тигр, она течет к востоку Аташура. Четвертая река Ефрат. Ну, а Тигр и Ефрат, конечно, хорошо нам знакомы. Это в междуречии. Они действительно текут рядом друг с другом, но они не имеют общего источника. То есть у нас какая-то география. Одна страна неизвестна где, одна в Африке, две в Месопотамии, это Азия. И у них у всех этих рек общий источник. Я не могу такого на карте нарисовать, абсолютно. Не помещается на карте нигде. Эдемский сад, его искали в средние века. Путешествовали туда, к истокам Тигры Ефрата. Думали, до сих пор он там, вот найдем, будет здорово. Не нашли, конечно, ничего. То есть есть такое ощущение, что описан какой-то абсолютно другой мир. Вот мир, в котором отчасти есть знакомые нам понятия. Вот, альтернативный мир. Но реки там текут по-другому, страны там другие. И тот, кто живет в этом мире, он, наверное, хорошо их знает. А для нас это все выглядит очень странно. И такое ощущение, что текст специально нам показывает, но это совершенно не такой мир, к которому вы привыкли. Тут из одного истока четыре реки сразу. Где вы такое видели? «Поселив человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал этот сад и берег его, человек-садовник с самого начала, Господь дал ему такой наказ. Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду, не ешь только плоды с дерева познания добра и зла. Если съешь, в тот же день умрешь». Запомним это в третьей главе, это будет важно. Смотрите, в первой главе человек — это царь этого мира. Он господствует над ним. И не работает, кажется. Во второй главе он садовник в саду. Он возделывает сад. И у него есть с самого начала приказ. Не есть плоды с дерева добра и зла. Все остальные можно. Тоже странно. Две совершенно разных роли человека. Но дальше просто удивительно. А помните, в первой главе человек сотворен мужчиной и женщиной. И человек сотворен после всего остального. А тут пока у нас есть просто человек, а человек по-древневрейски — это Адам. То есть, когда мы видим слово Адам, у нас это имя, а тут это имя и одновременно человек. Вот вообще любой человек. Господь Бог сказал, «Плохо человеку быть одному. Сотворю-ка я для него помощника, ему подстать». Господь Бог создал из земли всевозможных зверей и птиц, и привел их к человеку. Посмотреть, как тот назовет их. Какое имя даст человек животному, так оно и будет называться. Всем домашним животным, всем птицам, всем зверям дал человек имена, но не нашел среди них помощника себе подстать. Ну да, котики, собачки — это все очень здорово, но человека не заменяет. А как же этот человек сотворен прежде животных? В первой главе было совсем наоборот. Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, первая в мире анестезия, и вынул у него ребро, а место, где оно было, закрыл плотью. Из ребра Господь Бог создал женщину, привел ее к человеку. Как это? Он уже сотворил мужчину и женщину в первой главе одновременно. Человек — это мужчина и женщина. И человек сказал, вот она кость от кости, моей плоть от плоти моей женщины будет зваться, она ибо взята из мужчины. Но по-еврейски здесь такая игра слов, ни в одном переводе она не передается. Мужчина — это ищ, а женщина — ища. Звучит как женский род от ищ. По-русски даже так не скажешь. Человек и человечица, что ли, да? Но так мы не говорим, конечно. А по-древнееврейски — это самое обычное слово. Или даже муж и кто, да? Вот жена по-русски — просто совсем другое слово. А по-еврейски получается, как женский род. Вот почему мужчина оставляет отца и мать и соединяется с женой и становится с ней единую плотью. Вообще-то, пока никакого отца и матери нету, эти мужчины и женщины первые, оба и мужчина, и женщина были наги, но не стыдились. Но об этом в третьей главе подробно. Вот теперь давайте постараемся разобраться. Но мы с точки зрения древнего Ближнего Востока, да, с вами читаем эту книгу. Слушайте, ну что, вот я уже сказал, это, наверное, другой источник, другое предание. У нас там был элогист, а здесь у нас хиахвист, да? Другое предание немножко. Ну, бывает, по-другому рассказывают одну и ту же историю. Ну что, вот кто-то это соединял, был какой-то редактор, он совсем не заметил этих расхождений, они же вопиющие. Заметил, конечно. И мне кажется, что книга Бытье с самого начала нам показывает, что об этих вещах можно говорить очень по-разному. И вот возьмем кинематограф для такой, что ли, наглядности. А первая глава — это общий план. Вот прямо мироздание, там камера где-то в космосе парит, показывает нам землю, и на земле постепенно что-то появляется, там суша возникает, там жизнь какая-то начинается с растений, потом животные, потом человек, да, вот такая колоссальная панорама. А вторая — это крупный план. Вот человек, откуда он взялся? Зачем он нужен? Почему без него... Вот вообще-то он потом все испортит. Но почему без него не работало? Зачем он Богу? Чтобы возделывать сад. Вот человеку совершенствует этот мир, Бог его творит, но это дикая природа. А вот сад культурный — это уже то, что делает человек в этом мире. А почему человек, мужчина и женщина, что не хватило одного, а потому что ему одному быть плохо? Животные, да, существуют, помогают человеку. Много есть домашних животных, полезных. Но невозможно с коровой, с лошадью, с собакой быть на равных, да. Человек должен общаться с равным себе, с таким же, как он. Поэтому он мужчина и женщина. То есть, смотрите, это не хронология, это не рассказ о том, что в таком-то году в Библии будет много таких рассказов. Произошло это, а там через три года произошло другое. Или там на следующий день произошло другое. Здесь нет никакой хронологичности, здесь есть логическая картина. И первая глава показывает, человек — это мужчина и женщина. Человечество едино. Они равны между собой, они сущностно едины и сущностно равны. А вторая глава, она отдает должное, мне кажется, патриархальному обществу, где мужчина — это глава, а женщина ему подчинена. Вот так устроено в нашем мире. Сначала мужчина, потом женщина. Женщина — это помощник мужчины. Но не сущностно она ниже. Спорили еще в средние века богословы. Есть ли душа у женщины? Может быть, нет. Здесь ничего подобного нет. Женщина изначально такая же, как мужчина. Просто вот в этой социальной структуре она ему подчинена. Она вторая после него. Но она принципиально другая, чем животное. До сих пор некоторые люди, может быть, не очень понимают, что женщина — это принципиально иное, чем некий живой, пусть даже предмет, которым ты владеешь, чем некоторое существо, которое тебе подчинено. А это уже тогда есть. Причем это в древнейшие времена, когда у огромного количества людей просто нет такого представления о достоинстве женщины, как человека. Потому что, конечно, женщина — помощник мужчины, но что-то вроде собачки-коровки. Полезное существо. Много от него хорошего бывает. А здесь уже это есть. И книга Бытия — на свой род революционная книга для человека, древнего Ближнего Востока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok